Субтитры сделал DimaTorzok Скажем так, я вот здесь присутствовал, я пришел, может быть, несколько позже, я могу пояснить свои ощущения, свои впечатления, потому что действительно очень много различных интерпретаций и непонятных источников. То есть, когда я вот пришел в гостиницу с утра, на улице стояло действительно много народу, которые пытались гостиницу пройти. Соответственно, внутри охрана была вынуждена как бы препятствовать, в том числе там были определенные технические средства для этого использования. Тогда потом приехал соответствующий наряд полиции. То, что наблюдал лично я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заключен был трехсторонний договор между залогодержателем, конкурсным управляющим и частным охранным предприятием. То есть, с 17 числа это частное охранное предприятие осуществляло сохранность имущества в данном здании. Те гости, которые были здесь, а их было 65 номеров, они достойны, мы сделали все возможное для того, чтобы эти гости здесь прожили и выехали в нужное им время. То есть, последний гость выехал вчера вечером ночью. Соответственно, другой вопрос, что те гости, которые должны были приезжать, мы тоже организовали им трансфер. И, соответственно, договаривались с гостиницей, наказали для того, чтобы этих гостей переселить. И все гости, которые приезжали сюда, иностранные, и эти были расселены в соответствующие гостиницы. В Хилтон, в Ромаду и так далее, и так далее. То есть, ни один из гостей никаких претензий к нам за этот период не произвел. То есть, компания CUI насильственным, можно сказать, путем отключила и стерла все программное обеспечение, которое у них было по опере. Это раз. И мы не имеем доступ и не имели доступ к программе 1С по бухгалтерски. Поэтому мы сейчас проводим переговоры. Сейчас было у меня два видеоконференции с Москвой. Потому что компания ЧРС, компания ЧРС, это американская компания, которая делает оперу, да. И, соответственно, было с компанией Интеротель, это по бухгалтерской отчетности 1С. Значит, мы с ними договорились, что мы сейчас в срочном порядке восстанавливаем эти программы. Значит, им на это потребуется минимум 4 недели. Минимум. Вот. И плюс, поэтому мы как бы сказали, говорим о том, что гостиница будет стоять в течение 2-3 месяцев. Затем она запустится и будет работать под нашим управлением. Когда мы приехали, мы встречались со всем, с руководством департаментов отделов гостиницы. Договорились о том, что мы сразу сказали, что мы хотели бы сохранить весь коллектив, который здесь висит, да. Порядок 67 человек на тех условиях, на которых они работали в компании CUI. То есть мы готовы переписать с каждым договором контракт, новый контракт на новое юридическое лицо. На что получили сначала положительный ответ, потом результат на следующий день. Они изменили на 100% свои позиции. Я не знаю, чем это вызвано, но позиция была изменена и началось противостояние. Они постарались так, сделали так, что все люди были запомнены и все люди, как бы по их требованиям, должны были уйти из гостей. На сегодняшний день нам удалось сохранить часть коллектива, то есть 13 человек мы подписали договора, хотя срочные договора с этими людьми, которые продолжают здесь работать. Субтитры создавал DimaTorzok